Ну что ж, обещал я вам вупсеня и пупсеня, будет вам вупсеня пупсень. Это Сарк Марк 6 с 6 фунтовкой. Боевой рейтинг 3.3 и это ЮАР. Представляете, ветки Британии, африканские танки. Выглядит очень странно, просто как какая-то очень жирная гусеница, знаете, вот когда выкапываете какого-нибудь мотыля, вот белого, жирного такого, вот оно похоже. Но при этом на самом деле играется неплохо, потому что это колесная техника на нормальной базе, еще и с довольно неплохой мощностью двигателя. И вот с 6 фунтовкой я взял, потому что вроде бы как БР уже более-менее взрослый и орудие, самое главное, 6 фунтовка тоже вроде взрослая. А вот как себя ведет в бою данная гусеница, можно ли на ней захватывать точки, в борта кого-то расстреливать, мы с вами сейчас и проверим. Погнали! Итак, в чем прикол, собственно, гусеницы? И именно вот этой, сарка. У нас, в отличие от раннего, у которого есть 2 фунтовка, которую я терпеть не могу, стоит уже более-менее терпимое орудие. Такое же, как на Кромвиле, это 6 фунтовка. Пробитие здесь на сплошняках 122 миллиметра в упор. Но, естественно, я имею в виду уже в топе. И этого хватает для того, чтобы пробивать все, что мы видим. Но посмотрите на то, как это шатается. Колеса едут ровно, а мы на волнах. Поэтому, несмотря на то, что, как видите, подвижность у сарка прекрасная, мы можем, во-первых, встретить какую-нибудь пуму, которая, мне кажется, все-таки чутка поудачнее, чем вот этот британец. Ну, как минимум, является очень злостным для нас противником. Ну, или, как минимум, мы можем встретить, не знаю, КВ-шку, да, условную против нас. Если так вот карты сложатся. И тоже пойди пробей, еще с 6 фунтовки расковыряй. Потому что урона по защищенным целям, как ни странно, почему-то нормального нет. И по итогу получается, что все, что мы можем делать, это пользоваться артиллерией, разведкой и обходить в борта. С другой стороны, у нас действительно полный пак возможностей, который нужен. Давайте вот сюда вот куда-нибудь откинем артиллерию. Можем вообще вслепую попробовать разведать. И, наверное, имеет смысл попытаться отсюда свалить. Да, кстати, колесная техника по слабым грунтам еле едет, поэтому... В идеале, конечно, максимально быстро свалить отсюда. Опа! Не пробил, это сковородка, я умер. Да? Нет, я успел починиться, но... Боюсь, что я уехать не уеду. И смотрите, как долго летят дымы. Это ж просто трэш. Вот я нажал на дым, и он летит. Раз, два, три. Три секунды, короче. Повезло, что я выжил, но... Не повезло, что... Ну вот, ну вот что сделаешь, типа? Сковородка дала по жопе. Дальше до свидания. Я пытался нырнуть куда-нибудь, успеть. Никуда не нырнул. Ладно. Дублёров я не взял на сарка. Надо будет поправить это дело. А я предлагаю отомстить сковородке и выйти в следующий бой. Благо у нас для этого есть Мартлет, он же Хеллкет. Британцев обделили почему-то наградой. 390% на этом самолёте. Это как бы, ну, наверное, это норма. Основная проблема в том, что... Для фарма лучше использовать, конечно, какой-нибудь Корсар с... 600-700% фарма. А здесь в два раза оп и меньше. Хотя вроде и бомбы, и браунинги, и всё есть. Блин, дурацкая штука. Вот на гусенице реально, если... Встречаешь противника лоб в лоб, всё. Ты моментально труп. Вон, кстати, чинушка вот эта. Давайте чину, наверное, бахнем. Надо вырубить тягу. Бомбы, кстати, очень мощные, поэтому я очень надеюсь, что попаду по этому танку. Тут, правда, такой заход, что сложно не попасть. Да. А, это... Погоди, это была пума. А где чину? Он уже уехал, наверное, оттуда, что очевидно, да? Вот сковородку мы видим. Или это чину, которая меня убила? Вот мой труп как бы, а вот он, чину. Лол, я думал, две бомбы сразу уходят. А уходят-то они по одной. Прикольно. Ну всё, чину отомстили. Нечаянно убили ещё и пуму. Давайте кого-нибудь заштурмим. Ещё. И валим в следующий бой смотреть на то, что нужно. Вот, кстати, сковородки им надо тоже попробовать напихать. А то чё, она какая радостная. Чё-то как-то урона-то нет. Блин, я скрытую ленту, что ли, поставил? Это было очень зря. Давайте искать ещё раз сковородкера. Вот он ездит. И пытаться его убивать. Я слышу, кстати, вражескую авиацию. Неужели мне стоит отреагировать на это? Ну, в теории я его пробиваю. Но всё это только в теории. Я понял. Короче, из-за того, что я сейчас тут... А, гономак. Нет, надо брать бронебойную ленту. Скрытая фигня. Не совсем легко скорректировать стрельбу. И пойди-найди, куда по итогу стрелять. Так-то у нас вон боекомплекта просто вагон. Но когда на браунингах ты не вот уж спецстрельбы... Какой тяжёлый этот мартлет. Чё-то прям неожиданно неудобно на нём. Я после Корсара даже чувствую, как если скорости нет, он себя очень странно ведёт. Это цвилинг, что ли? Чё это такое? Похожий. Ё-моё. А чё за фризы? Безумные абсолютно фризы. У них такая куча этих двухмоторных штурмовиков летает. С ума сойти. Слушайте, мартлет реально 300 километров в час и становится абсолютно нелетайкой. Ну, давай, ты будешь гореть? Всё. Первый пошёл. Второй пойдёт. Он до сих пор летает. Помните, я ему криты дал. Он горит. И до сих пор жив, зараза. Как я вообще не попал по нему? Или он мёртвый уже? Нет, он вроде управляется ещё. Просто почему-то урон не наносится. Ладно, помощь в уничтожении. Там ещё есть зенитка. Ой, это Хедсер? Неужели? Ищем Хедсер. А, лол, третий? Кто? Где? Лол, у них третий самолёт был. Ки-43. Чё за бред? Я просто из боя выйти не смог даже нормально, чтобы спокойно как-то пожить. Чё за прикол? Погнали на Сарке ещё в бой. Так, погнали налево куда-нибудь. И попробуем воспользоваться нестандартной тактикой для всех остальных танков. Ну, логично, если мы быстрые, юркие и в теории небольшие. Хотя Сарк, ну, смотрите, какой он высотний. Боже. Африканец несчастный. Надо попытаться объехать по зелени. Или прям в цену. Я само зло. Я придумал тактику-галактику, от которой никто не сможет уверенность. Вернуться. Боюсь, что я в лоб кого-нибудь встречу. Но, тем не менее. А чё по БРам? По БРам мы опять внизу списка. Вот просто второй бой подряд. 4 и 3. Действительно, встречая вот того же сковородкера в лоб, мы ничего с ним сделать не можем. Что довольно печально. Интересно, кстати, мы можем дотянуться. Бесполезно. Лучше на Б потом кинуть куда-то. Или на проезды вот сюда. Давайте. Там, наверное, как раз сейчас уже начнут подтягивать. Слушайте, надо было по дороге ехать. Вот дорога причём рядом идёт. Я зачем-то еду не по дороге и страдаю по этому поводу. Ну, просто вот сверхразум, сверхразум. Я вот людей ругаю за то, что они делают какие-то глупые вещи. И сам по итогу на сарке делаю глупость даже хуже, наверное. Так. Остану... О-о-о-о! Ха-ха! Вулверин! Вулверин получил. Приятно. Радостно. 34-очки. Раз, два. Целая колонна. Они меня видят? Не видят? Ой, я сломал доску как-то. Так, давайте вот так вот сделаем. Здорово. Ой, там много их. Прям-прям много. Не опускается назад пушка! Первый пошёл. Ого! Он меня не пробил. Я думал, пробьёт. До свидания. Да урон-то где? Какие протектирующие баки? Что с тобой не так? Разведать. Вперёд. Этого чувака надо развести. А, он разведён. Бедная разведёнка. Так, разведанная цель получила урон. КВ-2, стоять! Опять без урона? О, бак покраснел. Ой, слушайте, чё-то тут перебор. Опять у меня фризы какие-то. Ну блин, вот чё я на гусенице здесь сделаю, да? Да ничего. Командир. Я знаю, что надо было в правую часть башни стрелять, но я не был уверен, что я успею навестись и пробить. Поэтому я сломал ему командира. А он сломал меня. Вот такой вот он сарк. Объехал и урона не нанёс. Красота. Наземные цели давай. Не надо нам больше скрытой атаки. Мы уже досыто наелись. Так, с другой стороны, помощь и уничтожение противника нам засчитают, но... Вообще на сарке надо, конечно, как-то захватывать точки. Но с другой стороны, вот... У тебя либо шанс заехать на точку боя и сдохнуть там... Ну, вы видели, сколько вкатывает, да, противник? Либо брать и в борта кого-нибудь расстреливать. Я выбрал вроде как более профитный вариант расстрелять их и потом на точку заехать, но... Но, по-моему, не было ни одного ваншота. То есть... Всё, что я стрелял, это вот... Советские баки Soviet Bias танканули. Так, нам надо реализовать, значит, теперь бомбы наши. У Мартлета, получается, диапазон скоростей такой прям. Ну, рабочих небольшой. В целом. Я никого не вижу. О, зенитка. До свидания. А я дотянусь? А я не дотянусь? Я попробую, конечно, потому что крутится эта штука явно лучше, чем Корсар, но... А, он вообще не обращает на меня внимания. Только урон всё равно по нему не прошел. А так-то, да? Так, давайте в этот... В аэростат не будем пытаться умирать. А как урон нанести? О! Всё. Урон нанесён. Критические повреждения. Я думаю, догорит. Благо, боекомплекта у нас полным-полно. Он ещё и потух. Правильно. А я с бомбами летаю. Ну, я думаю, он уже достаточно раскритован, чтобы его... Второй раз гори. Ну, слушай, не, я... Так. Вон там, вон. Вон там, вон там. Блин, на 200 километров в час я, если что, ни энергии, ни высоты, вон второй ещё летит. А я опять с бомбами! Ну, блин, ну невозможно. Я не успеваю. Реализовать бомбы не хватает времени. С респауну, может, кого-то можно цепануть. Но я что-то не вижу никого. Так, чтобы кто-то агрессивно ехал. Они из той части города, короче, где я их нормально не вижу, и всё. Давайте, короче, на него. Он, вон, юнкерс нашего сбивает. Избил ведь скотина. Опять у меня фризит. Почему фризит-то? Криты. Он летает своими бомбами. Забирает наших. Смогу ли я его добрать? Опять попадание. Давайте, браунинги. У вас шесть штук. Что вас не устраивает в этой жизни? Блин, на меня заходит другой чувак какой-то. Так, этот всё. Но у меня на шести уже ещё чувак. Ну, я не уйду. Я без энергии и без всего. Хотя, вот так вот, если сделаю, а? Попадание. Стоп, это двухмоторник. Повезло. О, повезло, повезло. И он труп, да? А я помощь в уничтожении. Всё, круто. Чудесно! Я не знаю, как он меня не сбил. Он мне отломил, я смотрю, кусок жопы. Но это не так страшно. Так, там то ли гономаг, то ли флагпанцер. Давайте-ка. Блин, там опять летит. И чё делать? Да прекращай. Ну, урон будет проходить по нему? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Меня сожгли и сбили. Вот тебе бомбу как раз. Я прилягу здесь. На! Отдыхай, БТ-5. Пипец. Кто меня сбил? М-16. Короче, от него я загорелся, да? Ну, в любом случае, мы можем взять дублёру сарка. И двигаться теперь в бой. Нормально, повоевали. Господи, как мне нравится летать. Именно в совместных боях. У нас есть зенитный, кстати, мелкашный пулемёт. Абсолютно бесполезный кусок гавана. Но он, тем не менее, есть. Можно получать помощи. Погоди, или здесь уже крупняк. Крупняк стоит. Слушайте, а здесь, по-моему, крупняк стоит на этом. Ух! Только у нас ещё и крупняк. На раннем, значит, мелкашный стоит. А здесь крупняк. Я почему-то думал, что здесь тоже мелкий браунинг бесполезный. А так мы даже самолёты позбивать можем. Получается так. Правда, попасть по ним. Задача такая себе. И знаете, лучше бы, наверное, самолёты на себя, наоборот, не агрить. Очевидно, что с бронёй, там, миллиметров в пять. Из-за божжённой глины, в лучшем случае. И камыша. Такая себе идея агрить на себя вражескую авиацию. Потому что любого пулемёта хватит для того, чтобы их уничтожить. Не знаю, почему фризит. Очень странная история. То ли это улитки чё-то веселятся, то ли чё. Пакет лоссов нет, потому что... Он живой или это мертвец? Это мертвец. Но там просто я видел, что была отметка. Будет подходить? Не, не будем его трогать, я понял. Мы так не попадём. Нужно наверняка, если только. Блин, надо за здание уходить. Точку Б мы захватили. А чё, всё, получается, бой как бы сделан. Только от авиации бы не отлететь. У нас ещё, кстати, есть плечевой упор. Такой. Плохонький, ранненький, но всё-таки стабилизатор. Попадание. От этого толку никакого, конечно. Ну... Ну пусть будет. Давайте, поехали. Ладно. Может быть, чё-нибудь на респауне у них сможем... Зацепить, давай, езжай, гусеница. Какая ж ты тягомотная на таких грунтах. С ума сойдёшь просто. Вот там стрельба какая-то. Может быть, мы действительно кого-то цепанём с респауну там. У них, я полагаю, много техники, которая выезжает именно вот. Вон, вон, вон. Шерманы всякие там стоят. О, БТР. Только БТР этот... Где он вот теперь? Он уехал за здание. Они все, короче, ныкаются там. Да? Не, гусеница, конечно, очень странно раскачивается. Блин, ну он просто неубиваемый. Я его вроде из браунинга залил. И не с браунинга. А он всё равно, зараза, живёт. Но так-то прикольно по совокупности вооружений. Действительно, можно пуму какую-нибудь с браунинга перестрелять. А я тупил. А я не знал. Хотя, учитывая, как оно всё расшатывается... Опачки. Здравствуйте, я нашёл себе перец. А кто это такой? Ну, кто бы это ни был, он уже не живёт. А вот, кстати, самолёт всё-таки решил меня наказать за это. Опять куча помощи. Узнаю британский подчерк. ЮАР сохраняет лучшие традиции. Ну, тем не менее, опять первое место, куча фрагов. Правда, по большей части, судя по всему, замартлит. А помощь в уничтожении... Это всё здесь, да-да. Но всё равно забавно. То есть можно играть, можно. Давайте в следующий бой. Итак, хорошая городская карта для того, чтобы попытаться реализовать гусеницу. Но есть одна маленькая проблема. Пока ты доедешь до этой городской агломерации, приходится пострадать по вот этой пересечённой местности, где разгон у нашей гусеницы... Именно так себе. Вот прям совсем. Максималка дар. Когда разгонишься, уже норм. Но без дороги ехать сложно. Вон, 34-ка едет так же. И как-то, вот знаете, обладая бронёй 34-ки, орудием 34-ки, защитой 34-ки, зачем тебе САРК? Но у неё и боевой рейтинг, правда, немножко другой. Тем не менее, начинаешь задумываться над тем, а стоит ли вообще оно того. Давайте попробуем как-нибудь здесь сразу же поехать. Ещё... Господи, вот, я зацепился. И вот это вот разгон. Вот это разгон этого танка. С ума сойти. Какая же дрянь. Он настолько немощный в плане разгона. Слушайте, я вообще никак не могу тут, да? Я уже никуда не успеваю. Тут как будто бы с трансмиссией какая-то проблема. У САРКа. Он именно так прям неохотно переключается, что вообще с ума сойдёшь. Знаете, что мы сделаем? Вот так вот. И едем куда-нибудь. Слушайте, наверное, надо выехать на внешнюю дугу. Я чувствую, что здесь мы уже просто словим. Прикол какой-то. Пипец. Его на борт раскачивает как пьяного абсолютно. Не знаю, приварите ему какую-нибудь арматуру сбоку, чтобы его хоть не отбрасывало таким образом безумным. Так, здесь никого не вижу. Надо ехать дальше. Заходить сбоку. Сбоку, сбоку обходи. А, ну, это была ёлка. И как-то всё, да? Я хочу вот сюда заехать, посмотреть, едут ли по мосту. Если что, оттуда уже пытаться что-то с центром придумать. Орел. Ну, это просто... Вот смотрите, насколько шатается этот кусок клячи. Всё, Орел уехал. О, всё-таки я его поставил на трансмиссию. Там через обломки как-то можно, видимо, прострелить. Угу. Правда, непонятно, насколько. А он даже гореть не особо-то хочет. Не. Идиотизм, конечно. Так, здесь вроде ничего. Залазим наверх. И ищем себе здесь цели. Да, всё. Нет больше никаких целей. Ммм. Вон там вон кто-то есть. А где он? Вон-вон кусочек башни торчит, но... И вот был бы каморник. Я бы ему засандалил, а он бы умер. А у меня сплошняк. Вонючий. Вонючий сплошняк, которым я ничего не могу сделать. Точку С, кстати, почему-то они решили не захватывать. Не хотят, так не хотят. Давайте, собственно, дованём тогда... В центральной точке. Или давайте мы захватим. Если никто из наших не хочет. Я не понимаю, почему они этого не делают, конечно. Но, тем не менее... Поучаствуем в захвате. Если что, мы хотя бы на авиацию сможем сесть. А не вот это вот мыторство туда-сюда. Пума, видимо, какая-то была. Боже, он абсолютно неуправляемый. После Пумы на нём маневрировать просто невозможно. Динамики нет. Манёвра нет. Ничего нет. Всё, давайте захватывать. После чего реально хоть пересаживайся. Это вот танк для того, чтобы взять самолёт. Именно сам по себе какую-то ценность особую он, наверное, не несёт. У него вроде есть плюсы. Но чё-то он такой тягомотный и неудобный. Я удивлён тому, что наши как-то умудрились все позиции позахватывать. Это неожиданно. Опа. Так это враг слева получается. Вообще не понял прикола. Едет такой. Корону на голову надел. И всё. Да, а я думаю, чё захват точки прекратился? Он даже не смотрит, судя по всему. Ну, захват и захват. Чё-то, чё-то. Не важно. Это, конечно, было очень смешно. Давайте куда-нибудь к центру. Бэмы захватить не сможем. Карта вся полна плохих грунтов. И для нас это большая проблема. Мы по ним просто не едем и всё. Мы застрянем где-нибудь и дальше откинемся. Но с другой стороны. Откуда? А, там. Понятно. Там зенитка на респауне. Я-то думал, она за камнями так и стоит. И никуда не поедет. А она по итогу поехала. Короче, любые вот такие вот неожиданные резкие действия на сарке, видимо, приводят к потере. Потере всего. Давайте её накажем на нашем Мартлете. В целом мне нравится этот самолёт. Он такой какой-то средничковый. Типа, неплохой. Для штурмовки подойдёт. Но, блин, как быстро он теряет энергию и как он её плохо набирает. Вот это, конечно, да. С другой стороны, браунинги. С другой стороны, есть вот такие мощные бомбы. Это у нас тысячефунтовки, между прочим. 500-килограммовые. Ими очень легко штурмить, попадать, убивать. Поэтому как-то приятненько. Так, юнкерса уничтожили. Нужно найти только флагпанцера. Это какая-то другая зенитка. Не флагпанцер. А флагпанцер я вообще не вижу. Кто это? А, это ССКВ. Её всё. С другой стороны... Вот смотрите, как он со скоростью хорошо маневрирует. Если есть скорость, то на Мартлете проблем-то, в общем-то, нет. Большой. Где? Понятно. Ты кто такой? Ты как посмел? О! А вот и гономаги. Классические абсолютно. Интересно, можно ли его уничтожить? Я вот так вот сделаю, потому что там где-то уже авиация. Лол, я по нему не попал. Я его перебросил, да? Давайте попробуем его добить. Вылетите с критически низкой скоростью. Ну вот, то есть два витка и скорости нет просто. Так, гономаг. Всё. Дальше надо авиацию поковырять. Блин, надо скинуть бомбу как-то. Столько задач, столько дел, столько дел. Ну, самолёт бит. Отлично. Шесть тысяч за Эмири дали. Это приятно. Он там ещё летит. Здесь уже опять меня какие-то зенитки пытаются шить. Ты кто? Ещё один гономаг. Какие же вы популярные. Ты собираешься терять экипаж? А, вон, вон, вон. Смотрите, просто в угол экрана. Они пожелтели от попадания браунингов. Моё любимое. Я не вижу смысла здесь особо брать сарк, дублёр. Но если слева нас давят, то давайте попробуем. А, нас везде давят. Как они умудрились всё потерять? Это просто бред. Ну и да, мои любимые, конечно. Урон. Вот этот вот зенитками. По итогу, вон, у нас чувак на тисма 10 фрагов на полупал. Я не самый лучший игрок в этом бою. Удивительно. Это просто неповторимо. Давайте юнкерса поговоряем. Если у нас нет зениток, то я стану зениткой. И лох-то. Хах! Лох! Не надо так летать было. Агрессивно. О, ещё один. Желающий погибнуть. Ну, смотри-ка. Этот что-то понял. Но, кажется, я ему пробил маслобак и... И, кажется, его пробили полностью. Удивительно, что наши полностью потеряли здесь всё. Там зенитка какая-то ковыряется, колупается. Но одной зениткой, если ты не будешь, мы потеряли... Как они сдохнуть умудриться вообще все? Это какая-то абсолютно невозможная история. Ладно. Самое главное, я вообще не знаю, где противника сейчас ждать искать. Не могут быть абсолютно... Ну, он просто вот... Ну, качается. И всё. Разведать я уже не успел. Надо было сразу же это делать. Газик, надеюсь, ты выживешь. Я в тебя верю. Где-то здесь Крусейдер... Блин, Крусейдер убил Газик. Стоять. Давай. Блин, он слева. У меня ещё и справа кто-то... О! Нет! До свидания. Крупнокалиберные браунинги тащат. Это флагпанцер злой. Так. Нырнём вот здесь. Давай, пролезай, жирная жопа. Он объезжает, пытается. Тут прям... Такие лихие катакомбы. И самое главное, у Крусейдера, это ведь более адекватный плечевой упор. Так. Наводчик приводы. Я не успеваю. Теперь ещё пойди, догони, найди. Всё, он уехал. Ещё и артиллерии, кстати, меня может забрать, но я попытаюсь успеть проскочить здесь. Нет, не проскочу. О, господи, меня арта не убила. Чё за бред? Как так? Пошёл. Тут ещё есть. Вот сюда. Мы ещё повоюем! За точку. По почкам. За точкой. Так, тут, благо, следов. От всяких разных игроков много. Поэтому... Можем как-то... Более спокойно выехать. И посмотреть, есть ли желающие с поля боя. Так. Тут арта. Слишком близко. На всякий случай нырну обратно. Пока ждём, наверное, за... Блин, они... Они все точки проиграли. То есть и С, и Б, и А. Как с ними играть? Дальше. Я не могу захватить. Так. Видели? Тень проскочила. Silent Assassin. Не пробил. Стюарта. Не пробил. Стюарта. Ну, вы понимаете, да? Почему не хочется играть? Я понял. А разведка тоже не сработала. Он куда-то слева задыкался. Меняю позицию. Пока артиллерия отстукивает. Скорее всего, он не должен заметить. Вон он, вон он. Блин, заметит. Криты. Криты. Отдыхай. Да... Ну где урон? Пожалуйста. Боеукладка покраснела дважды. Я хотел бы боеукладку специально взорвать. Она не взорвалась. А этот выстрел вы не видели. Я сейчас умру. Нет, не умру. Боже, сумасшествие. Какое... сумасшествие. Пошлость. Звенящая пошлость. Ещё есть желающие? Постегнуть на точку. Самолёты. Самолёты. Всё, долетались. Тисма, кстати, вот этот вот, который летал. Весь бой. Но он, видимо, расстрелил всё своё вооружение. И как-то прекратил своё существование. По итогу, по-моему, там были какие-то трассеры. Да, вот эти вот. Это битер. Пойди пробей битера. Ну, вот... Ну, что это за урон? Ну, вот вы считаете норма? А я скажу нет. Господи, какое дерьмо. Какое дерьмо этот сарк. Мне, с другой стороны, не обязательно на него. Отстань. Превосходно. А, я без трансмиссии, да? Откуда? Я не вижу. Я видел, что оттуда, откуда-то слева, но... А, совсем вон, 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 вон. Ну, я его не могу тут зацепить никак. Понимаете, насколько вот... Вот оно нечестно, мне кажется, просто. Сейчас битер захватит точку. И мы проиграем. А, ну мы в любом случае проиграем. Так-то. А, у меня не поднимется. Так. Как у деда? Уехать. Уехать, 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 насколько можно. О, Юнкерс разбился. Интересно, как он умудрился на пикировщике, еще и не выйти из пикирования. Я не знаю, что делать с битером. Справа? Слева? Здесь. Дальше уехал. О, это не битер. А где битер? Как, во-первых, здесь оказался штук? Нет, 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 нет. Разведка не работает. Так. Механик-водитель, блин! Обожаю, Сарк. Обожаю. Все верно. Ну, слушайте, мы сделали все, что могли. Мы, правда, сделали все, что могли. Все, что от нас зависело. Но это кусок дерьма, а не машина. Ну, такое иногда случается. Что сделал? Давайте в следующий бой. Необычная карта. Давно мы ее не видели. А многие из вас, наверное, вообще никогда. Тем более на этих-то боевых рейтингах. Городская. Это Бреслау. Относительно свеженькая. И я думаю, что здесь, в этой куче разрушенных домиков, проездов, переездов, можно будет на Сарке реализовать свою скорость и попытаться кого-то поуничтожать. Но если уже подводить выводы какие-то по машине, то вот то, что с уроном происходит на шестифунтовке, мне люто не нравится. И нет проблемы, на самом деле, если бы здесь был какой-нибудь стабилизатор или хотя бы не было такой раскачки. Но ты же даже точно попасть по наводчику не можешь. Ты стреляешь куда-нибудь, лишь бы, в принципе, попасть. И когда это сопровождается еще и отсутствием урона, то становится что-то немного, а скорее даже много, все-таки грустно. Поэтому не знаю. Это не такая плохая техника, опять же, для именно вот пары быстрых фрагов там и захвата точки, наверное, пойдет. Но проблема в том, что хочется, наверное, что-то большее, да? Чем просто пару быстрых фрагов. По крайней мере, мне. А кто это? О-о-о! Да вы из Англии. Это М-3Ли, который... Вот, два... У М-3Ли стоит 150 миллиметров брони в упоре. У меня 120 пробития. Два выстрела без урона. Ну, собственно, вот, все, что вам нужно знать про САР. Я, конечно, понимаю, что я от него как бы вылез и умер, закономерно, но я вообще-то надеялся, что я его пробью хотя бы. Хотя я действительно не видел, кто это, и стрелял вот на Абум. И если бы на 34-ке я, стреляя на Абум, скорее всего, пробил-убил, но вот здесь чё-то как-то не работает. Такая история. Ты всегда должен быть вот максимально крысой, максимально далеко от вражеских взглядов. Давайте тогда заштурмим кого-нибудь. Вот всё, что мы делаем, по-моему, это летаем на Мартлете и получаем удовольствие от этого. Не такое большое, как на Тандерболте, но всё-таки большое, если сравнивать с Эмилем каким-нибудь. Так, у нас уже скорость слишком высокая. Вон, 34-очка. Наверное, на 34-очку, потому что поэтому мы не успеваем никак явно. А вот здесь вот так вот цепанём. А, это Чаффик был. Я не знаю, почему не показалось, что это 34-ка, но да не суть, на самом деле. Уже наплевать. С Шерманом мы... Мы... Мы никак нормально. На Мартлете сложновато, да? Получается, курс выровнять. Здесь я вообще не знаю, причём где враги могут быть. Бывают ли они здесь? Так. Ладно. И давайте перевалимся. Ну, переваливайся, переваливайся. И вот у нас здесь какой-то враг. Интересно, а я вот так по нему попаду? Не, меня сносит. Блин, сносит, сносит. Я, короче, бомбу просто так скинул. Получается. Да, вон она ушла. Не туда. Так, это Шерман. Мне вообще авиацию надо ждать. Потому что тяжеловато на Мартлете реализовывать браунинги. То есть, в теории, так-то мы, наверное, пробиваем, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Кстати, надо поаккуратней. А, ты кто? Тут ещё из-за того, что городская застройка, можно очень легко, так сказать, обрадовать дом своим присутствием, зайти к кому-нибудь в гости. Да, что-то... Вон, посмотрите, как его тянет. Он просто, он вообще абсолютно не хочет выравнивать курс. Он постоянно куда-то съезжает этот Мартлет. Достаточно высоты набрать не получается, а без высоты ты кусок какашки и без энергии. Блин, и я, кажется, не успеваю, да? Да, я не успеваю. Энергии нет. Ничего нет. Это, короче, именно самолёт для горизонта. Вертикаль он никак не держит. Но, с другой стороны, вот... Ой, и переваливается он плохо. Так, это огневая так себе была. Давай, 260. Ну, чувак, ты очень плохо делаешь. Ай, правда, ещё хуже. Боже, боже, он вообще не управляется. Надо запомнить, что бочка вообще не для него. Так. Ну. Всё. Это чё было? Это кобра, что ли, какая-то? Кобра вот ещё хуже. Мне она ещё меньше понравилась. Но это сгорит, они не тухнут обычно. Там просто ещё где-то авиация. О, двухмоторник. А где урон? Я, естественно, не зацепил его, хотя вроде. Давай, 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 давай. Ой, какой тяжёлый. Да-да-давай, боже. Чуть-чуть крыло повреждено, и всё. И на этом никаких интересных моментов. Ой, вот это хорошее попадание. О-о-о-о! Да, детка! Вот когда браунинги заливаешь, 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 нет урона, а после этого, оп, и оно работает. Так, переваливаемся. Там ещё кто-то летит. А, это наш. Всё, самолёт сбит. Два их сбили по итогу. Это, наверное, просто заслуга того, что они сами были какие-то кривые. Поэтому не знаю, что сказать. Зато, с другой стороны, у нас боекомплект конский. И не паришься. Не, если вот так вот по прямой-то лететь, то оно терпимо. А именно от кого-то уйти и перевиражить, это вот проблемненько. Так, прошу прощения, это у меня булькает. Так-то можно бы кого-нибудь ещё попытаться штурм... Вот я его вижу, но по нему зайти надо сверху именно. И что-то на Мартлете, который стаскивает, это прям вообще непросто. Надо бомбы, короче, идти на филд брать заново. А лучше просто... А лучше гусеничкой. Опа! Так, мне надо выруливать на него. Только не говори, что ты убьёшься, бсуки. Не, не убился. Хорошо. Дальше тогда дело за мной. Кто это вообще такой? Непонятно. Чуть повыше. О, криты есть. Ой, да-да-да, 200. И он уже начинает сваливаться, уже плохо управляется. Так, этот вроде горит. Закрылки, причём, не то чтобы сильно помогают, честно говоря. Может быть, без них даже лучше. Это ТБФка, что ли, какая-то? Не знаю, что это такое. Урона по нему нормально не прошло. Да, вираж с ним абсолютно бесполезен, но это что-то... такое. Не сильно для нас опасное, вроде как. Так, блин, не говорите, что он... Мда. Помощь в уничтожении. Обидненько. А есть ещё? Ой, есть ещё. Нормально. Блин. Где? Откуда? Кто ты такой? И за что я? Не трогай. Я вообще улететь не могу. Этот бочонок такой тугой. Зато, с другой стороны, боекомплект конский. Ой, блин. Всё, Ил-2М уже погиб. А я старался, я потел. Давайте разобьёмся, что ли, об этого чувака. Я реально, вот на сарке две секунды лёта, а потом воюешь на... Ага, это я не могу пробить. Всё, я понял. Ну, и он меня настолько уже раскрытовал всего. Этот шерман со своего браунинга, который он в зенит лупить может спокойно. Там вражеско, интересно, эта авиация или не очень? Где ты? Спросил я, и получил с другого респауна от М-13, который арестовался. Имбовые станы и зенитки. Ну, как бы, опять первое место. Чё тут сказать? Но это всё заслуга Мартлита, опять же, а не сарка. На сарке, в теории, можно вон на точку А съездить. Давайте. Давайте скатаемся. Может быть, захватить получится. Но не то, чтобы я прям сильно на что-то рассчитываю. Раз оно просто есть у нас, то надо реализовывать. Ещё бы укладка первой очереди. У-у-у. С такой-то пушкой. Ещё и бою укладку первой очереди. Ну-ну. Абсолютно бесполезно, к сожалению. Я считаю. Карта такая достаточно большая, если мы говорим про окраины. Наверное, здесь, кстати, имеет смысл на точку А и Б ездить. Они как-то поближе друг к другу. Хотя там вон, они буквально двумя мостами соединены, и это... Это поопаснее выходит. Ну, посмотрим. Я вообще на этой части карты-то и не был никогда. Сейчас с вами заодно поизучаем. Ну, тут вообще поле чистое. Красиво, кстати. Статуя такая. Но... Чё-то как-то перебор. Как будто бы здесь кто-то есть. Да нет. Не может быть. Это просто гусеница так себя ведёт. Так. Звучит. Плохо. А так, в целом... Да, она чё-то вообще не разгоняется, потому что он шатается, 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 шатается. Тут бордюры, поребрики. Грязь. И не едет. На пуме было бы определённо лучше. Вон, я его вижу. Видел. Я не успеваю, да? А я смогу здесь ещё где-то его спануть? Ну, короче, надо в борт выходить. Чисто получается, да? Сейчас мы вообще не разгонимся после такого. Сейчас найдём. И точку захватим. И вот уже польза какая-то. Ой, хороший урон. Мне нравится то, что катки не ломаются. Нет. Ну, вот. Как вам урон? Бак топливный. А, я не знаю, как он меня не пробил, умудрился. Но то, что я ему сломал чисто бак, это, конечно, забавно. Вот. И ты, короче, как на двухпунтовке выбиваешь экипаж по одному. Вот как. Вы говорите, стреляйте в пулемётик. А толку от того, что я стреляю в пулемётик, когда я не пробиваю его в пулемётик? Какой же бред. Вроде как уязвимое место в пулемёт не пробиваю. 120 миллиметров пробития. В пулемёте, дай бог, 60. Ну, нет пробития и всё. Хоть ты лопни. Вот вы сейчас видели наглядную демонстрацию того, почему британские пушки, вот эти говнища. Занерфленные. А так. Захватываем точку. И, надеюсь, таким образом мы победим. Потому что больше здесь делать исключительно нечего. Ави... Карта довольно большая. Авиацию она нас внимания особо не обращает. Вот он. У неё свои дела. У тебя свои, у меня свои. Я просто точку захвачу. И буду жить. Я как хочу. Доехать, кстати, до точки А реально сложно. Опачки. Нафиг, 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 нафиг иди. Зацепит? Не, не зацепил. Это хорошо. Всё, точка А наша. Первое место команды. Всё-таки, наверное. А у меня окончился браунинг именно сейчас. Именно тогда, когда я мог отлично по нему пострелять. Алло, браунинг, ты будешь перезаряжаться? Блеха, муха. Ну, он просто не перезаряжается. Всё, у меня была, видимо, одна лента. Африканцы экономят. Надо взей кормить чем-то. И, короче, на патронах. Поэтому не докладывают, не докладывают. Да? Не, всё. А, у меня либо... А, у меня пулемёт сломали. Я говорю, патроны не докладывают. Оказывается, мне как-то повредили его. Мудрились. Ну, я ничего с ним не сделаю. Хотя, криты. Криты. Вряд ли он разобьётся. Ну, может... Ой! Вряд ли, говорю, он разобьётся. И он... Хорошо. Всё-таки ещё один самолёт мы себе в копилку положили. Первое место есть. Ну, давайте к выводам. Что можно сказать по Сарку в итоге? Если брать его в сетапе с каким-нибудь самолётом, то неплохая техника именно, быстрая. Причём она вполне в балансе. Но то, как ведёт себя орудие и раскачка, мне откровенно не нравится. Поэтому, с одной стороны, это далеко не самая плохая техника. Но, как по мне, Пума всё-таки поинтереснее будет. Или другие какие-нибудь шустрые аппараты, которые могут себе позволить врывы во фланг. Вот и всё, что я думаю по этому поводу. А танк, ну, забавный, просто по внешнему виду. Выглядит как квазимота. А на этом на сегодня всё. Если было интересно, не забудьте ткнуть лайк, подписаться. Дальше будет ещё интереснее. И всем удачи. До новых встреч.